Алло! Алло! Я вас слушаю! Это вы, Джейн? Я, дорогая. Вы рано поделись сегодня, Доли, что случилось? В библиотеке мы обнаружили труп. Чей труп? Блондинки. Чей-чей? Миловидной блондинки. Никто из нас ее не знает. Она лежит мертвая. Положительно необходимо, чтобы вы поскорее приехали. Чтобы я приехала. Я тотчас посылаю за вами машину. Хорошо? Ну, разумеется. Разумеется, раз вы нуждаетесь в моральной поддержке. Да бог с ней, с моральной поддержкой. Я убеждена, вы докопаетесь до убийцы. Да. Джейн, помогите найти виновного, и вы увидите, как вас это захватит. Что ж, милочка, если я могу оказать вам какую-то услугу... Добрый день, Доли. Я так рада, что вы приехали. Отправимся сразу в библиотеку, Джейн. Простите, мэм. В библиотеку входить нельзя. Таков приказ самого инспектора. Констабль, Пелк, разве вам не знакома мисс Марпл? Так точно, знакома. Пелк, вы понимаете, что это просто необходимо, чтобы она увидела труп? Будьте же благоразумны, Пелк. Ну, хотя бы ни к чему не прикасайтесь, миссис Бентри. Об этом мы и сами можем догадаться, Пелк. Ну вот, смотрите, мисс Марпл. Да. На вытертой медвежьей шкуре вплотную к камину лежала молодая девушка, блондинка, с крашенными волосами, уложенными весьма искусно вокруг лица. На ней было вечернее платье из белого атласа со смелым вырезом на спине. Следы косметики особенно были заметны на опухшем и посиневшем лице. Кроваво-красный лак на ногтях рук и ног, обутых парчевые босоножки, дополнял впечатление дурного вкуса и дешевки. В этой несчастной есть что-то ненатуральное. Она так и юна. Да, пожалуй. Кто-то подъехал, миссис Бентри. Все в порядке, Пелк. Не волнуйтесь. Мы уходим. К подъезду подкатила полицейская машина. Из нее вышли инспектор Слэк, а за ним главный констебль графства, полковник Мелчин. Доброе утро, Бентри. Здравствуйте, Мелчин. Не посетуйте, что приехал сам. Дело, по-видимому, из ряда вон выходящее. Вот именно. Вполне с вами согласен. Прямо-таки неслыханное и невероятное. Здравствуйте, мистер Бентри. Здравствуйте, Слэк. А кто она, эта убитая девушка, вам неизвестно? И в малейшей степени. Вижу впервые. И Дворецкий ее не знает. Лоринер в таком же недоумении, как и я. М-м-да. А вот и доктор Хелдек. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, доктор Хелдек. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор Хелдек. Все в сборе? Ну, тогда приступим. По словам Слэка, труп в библиотеке.